В современной медицине самая частая причина вращения пациентов в систему первичной медицинской помощи является боль. Боль является одной из самых значимых медицинских проблем общества и, к сожалению, далека еще от своего разрешения. В университетской клинике Казанского федерального университета начал работать центр диагностики и лечения боли. Здесь снимают болевые синдромы разного происхождения, послеоперационные и посттравматические. Болью занимаются ортопеды, болью занимаются нейрохирурги, болью занимаются ревматологи. Но, пожалуй, всеобъемлющую картину боли и изменения организма при острой хронической боли, наверное, владеют только неврологи. Поскольку неврологи имеют представление о состоянии и функции нервной системы, а нервная система у пациента с начинает изменяться. Сначала изменения функциональные, потом уже изменения органические, которые приводят к гибели нервных клеток, иногда невосполнимой. Современная европейская статистика показывает, что каждый пятый взрослый человек страдает от хронической боли. Это боль, которая длится свыше шести месяцев. Если перевести на российскую популяцию, то в городе миллионники, 150 тысяч взрослых пациентов страдают от хронической боли. И согласно этой же статистике, каждый четвертый пациент уверен в том, что врач не знает, как его лечить. И дело не в том, что врач плохой, а в том, что тема боли достаточно серьезная проблема. Поэтому создание специализированных центров крайне необходимо. Так как же работает центр? Сотрудники клиники составляют перечень обследований для уточнения причины боли. Подбирают лечение, методы физиотерапии или препараты. При необходимости они проконсультируют пациента по лечению боли и ее причинам, а также дадут рекомендации в случае необходимости оперативного вмешательства. Главное – вовремя обратиться к врачам и найти очаги боли. В лечении боли используются препараты различных классов. И пациентов не должно удивлять, что врач-невролог или специалист по боли рекомендует принимать препарат, который используется для лечения эпилепсии. Или препарат, который используется для лечения тревоги и депрессии. Поскольку клиническая картина боли, она очень многообразна, очень многогранна. С появлением в униклинике центра диагностики лечения боли появилась возможность пройти диагностику и лечения всего организма.